Здравствуйте дорогие подписчики нашего видеоканала. Итак, о пользе хурмы в принципе мы много чего слышали. Но давайте почитаем, что же на самом деле говорит врач. Регулярное употребление хурмы укрепляет сердце. Хурма содержит огромное количество витаминов, микроэлементов, а также особых веществ, которые позитивно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и являются профилактикой целого ряда недугов. В плодах хурмы много калия, поэтому этот фрукт очень полезен для сердечников. По своему влиянию на сердце хурма схожа с валокардином, но при этом действует мягче и не требует предварительной консультации с врачом. Если вас периодически беспокоят боли в области сердца, возьмите за правило ежедневно в сезон съедать по одному-два плоду, и вы надолго избавитесь от этой проблемы. Кроме того, ежедневное употребление хотя бы одного плода хурмы во время ее сезона – это действенная профилактика атеросклероза, утверждает врач. Отметим также, что хурма очень благотворно сказывается на состоянии сосудов. Благодаря витаминам, содержащимся в хурме, она укрепляет стенки сосудов и даже снижает уровень холестерина в крови. Фрукт показан всем, кто страдает варикозной болезнью и кровототивостью десен, говорит врач. Стоит также отметить, что хурма оказывает мощное бактерицидное действие и убивает множество вредных бактерий и микроорганизмов. Поэтому в сезон гриппа и простуд эксперты рекомендуют как можно чаще включать ее в свой рацион. Хурма помогает бороться с гипертонией и отеками. Хурма содержит огромное количество витаминов, микроэлементов, а также особых веществ, которые предотвращают возникновение отечности, образование камней в почках, а также борются с гипертонией. В хурме содержится огромное количество полезных микроэлементов, которые просто необходимы организму для слаженной работы. К тому же набор витаминов и питательных веществ очень благоприятно воздействует на иммунную систему и повышает защитные силы организма. Кроме того, хурма очень полезна для тех, кто борется с гипертонией и пытается избавиться от отечности. Если вы страдаете от отеков, возьмите на вооружение такой рецепт. Листочки хурмы промойте, подсушите и разотрите в порошок. Их можно заваривать, а можно принимать, запивая водой дважды в день по четверти чайной ложечки. Курс лечения полторы недели. Этот рецепт является также очень действенным и при гипертонии, говорит эксперт. Хурма обладает мягким, мочегонным средством, благодаря чему выводит из организма всю лишнюю состоявшуюся жидкость. Специалист также обратил внимание на то, что помимо множества ценных микроэлементов, в хурме содержится большое количество природного магния. Во-первых, это мощная поддержка для сердечной системы. Магний также делает этот фрукт незаменимым при очистке почек. При этом регулярное употребление хурмы в разы снижает риск образования камней в почках, вводит из организма соль натрия и помогает почкам слаженно работать. Хурма убивает болезнетворные бактерии, врач. Сезонные плоды хурмы содержат огромное количество витаминов и антиоксидантов, которые активно противостоят вирусам и даже предотвращают развитие онкологических болезней. Благодаря обилию бета-каротина, который является мощным антиоксидантом, регулярное употребление хурмы сдерживает развитие и рост возрастных новообразований. Регулярно употребляя хурму и другие овощи и фрукты ярко-оранжевого цвета, такие, например, как облепиха, абрикос, морковь, вы фактически задерживаете старение клеток организма. Еще более действенную борьбу со старением обеспечивают вещества, которые борются со свободными радикалами. Именно благодаря им хурма, помимо омоложения, является прекрасной профилактической развития рака. Помимо прочего, хурма улучшает работу желудочно-кишечного тракта, но на этом ее позитивное воздействие на желудок не заканчивается. Сок спелых оранжевых плодов – хорошее средство от хронической диареи. Приготовить целебный отвар очень просто. 5-6 плодов режем на кусочки и опускаем в кипящую воду 3 стакана. Накройте крышкой и дайте настояться 25-30 минут. Процедите и пейте по стаканчику этого сока через каждые 5 часов, советует эксперт. Стоит также отметить, что хурма оказывает мощное бактерицидное действие и убивает множество вредных бактерий и микроорганизмов. Именно поэтому в сезон гриппа и простуд эксперты рекомендуют как можно чаще включать ее в свой рацион. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал. Всего доброго и до новых встреч! Продолжение следует...